Отправились сочинцы недалеко. Военные сборы пройдут здесь же, в Сочи, в части ФСО. И все же проводы защитникам Отечества организовали традиционные, как и всем призывникам. Отличие лишь в том, что эти сочинцы уже с военно-учебной специальностью. И, соответственно, старше привычных призывников. На военные сборы могут призываться граждане, не достигшие предельного возраста нахождения в запасе. В настоящий момент это 55 лет. Ни капли раздумий не было, согласился. Потому что сам я военный, с 13 лет. Закончил два военно-учебных заведения, кадетский корпус, академию. И сейчас с удовольствием схожу на воинские сборы. Переподготовка солдат, сержантов и офицеров будет длиться 10 дней. Вспомнят, как они служили в армии. Их ознакомят с новой техникой, с новым вооружением. И дадут азы современного ведения боя. Мы не стоим на месте. Поэтому им необходимо, конечно, периодически это проходить. Но прежде всего они поймут, для чего они предназначены. То есть мужчина предназначен защищать свою родину, защищать свою семью. И это прежде всего. Указ президента о призыве военнообязанных запаса на сборы затронет десятки тысяч человек. Россияне будут проходить сборы в вооруженных силах страны, органах госохраны и ФСБ. Призвать на сборы могут по повестке из военкомата, которую вручают под роспись. Принесут ее либо домой, либо вручат через работодателя. На время переподготовки сотрудник продолжает получать зарплату. Повторю, что проверочные сборы проводят для проверки боевой и мобилизационной готовности воинских частей и комиссариатов. На них могут попасть уже отслужившие в армии граждане или находящиеся в резерве. Продолжение следует...